всем привет меня зовут саша канал посылки из китая у нас на распаковке сегодня 4 посылочки одна из них досталось не абсолютно бесплатно предоставил бен гуд для обзора ссылка естественно будет в описании сейчас будем смотреть здесь должно находиться три товара которые выбирал я из предложенной мне категории на сумму 30 долларов но здесь я вижу только два товара хотя должно было быть три ну ладно не вида так первая большая коробочка и здесь у нас находится нож со старта рассмотрим комплект ножа коробка пришла практически в идеальном состоянии пару небольших замятий внутри больше ничего нет все извлек имеется usb micro usb кабель длина 80 сантиметров и инструкция на английской китайском языке разобраться с ним не сложно поэтому инструкция нам не нужно имеется одна кнопка включения загорается красный диод здесь просто заглушки для разбора ножа и отверстия также с резиновой заглушкой для зарядки этого ножа внутри стоит банка 18 650 как заявляет продавец на 2 600 миллиампер часов давайте пробовать его в работе прошло около пяти минут нож нагрелся до 65 70 градусов термометр немного сбоит и что могу сказать в руке ножик сидит отлично сама рукоять не нагревается только немножко вот здесь вот буквально пол сантиметра то есть так держать его вообще не ощущаешь ну так держать не очень приятно то есть дотронуться можно но долго держать не получится достаточно горячего то имеем мягкий батон два куска масла это масло лежала в холодильнике это масло лежала в морозильнике давайте смотреть справиться он со своей задачей или нет берем масло из холодильника и пытаемся его отрезать ну вот видно что она течет и он его топит а ну вы знаете масло из холодильника очень даже неплохо получается так размазывать так сразу скажу я не обозреваю цену на этот нож я не говорю что он обязательно нужен всем я хочу только донести то что если вы вдруг любите по утрам делать себе бутерброды а масло хранить не в холодильнике нельзя соответственно вы проснулись включили этот нож достали масло грубо говоря из холодильника пока чистите зубы умываетесь там 5 максимум каких 10 минут приходите на кухню и делаете быстренько себе бутерброды и не надо запариваться с тем что масло замерзшие сделать ничего не получается так ну с маслом из холодильника он справляется в принципе достаточно неплохо давайте посмотрим теперь масло из морозильника не справляется то есть можно наломать вот так кусков и потом здесь по месту на мягком батоне его пытаться растопить но все же не справляется с маслом из холодильника идеально и давайте попробуем отрезать кусочек сыра ну вы знаете сыр отрезает ну очень печально очень медленно недостаточной температуры для сыра и это проще сделать обычным ножом вещь прикольная подойдет реально тем кто экономит свое время с утра или вдруг даже если пришли к вам в гости нежданно негаданные вам надо быстренько намазать какие-то бутерброды масло холодное размазать аккуратно нормальным ножом на мягком батоне у вас не получится а с помощью этого ножика все удастся изготовитель заявляет то что его можно мыть под струей воды можно использовать какие-то чистящие средства и губку мягкую не абразивную я считаю что это годный девайс можно его использовать смело ссылочка будет в описании промо-код на 12 процентов banggood предоставил я его также напишу следующий товар также от banggood а это какой-то небольшой термометр термометр дига коробочка тоже достаточно неплохом состоянии сохранилась имеется транспортировочный ярлычок чтоб экономить заряд батарейки давайте его как-нибудь выкрутим достанем так он у нас включился принципе все достаточно просто минуты секунды старт стоп изначально неправильно сказал это у нас кухонный таймер поставили какое-то блюдо на плиту в духовку указали в нем время какое вам надо допустим 20 минут нажали кнопку старт и у вас пошел обратный отсчет по завершении вы слышите вот такой вот и склявый звук что еще хотелось бы сказать максимальное время которое можно выставить на таймере 99 минут 59 секунд больше у вас не получится основным минусом этого устройства является то что в нем нет кнопки отключения то есть он всегда в работе и за 10 минут засеченного времени без действия просто вот так он лежал он не отключился автоматически я считаю что это очень неудобно в нем также есть магнитик это уже конечно плюс они минус то есть в случае чего вы можете его где-то подвесить и он у вас будет ну аккуратненько висеть на металлическом предмете также можно взять его с собой куда-то в карман место много не занимает и если вы не любитель наручных часов если у вас нет под рукой мобильного телефона или вы не хотите его вымазать готовкой на кухне то эту штуковину в принципе можно приобрести но не забывайте что придется постоянно тратится на батарейки так как он не выключается следующем пакетике который приобрел я да супер дорогущая вещица здесь у нас находится держалка для телефона для смартфона хлипенькая алюминиевая подставочка давайте возьмем мой телефон мой asus вот так выдерживает так а вот так уже не выдерживает не хватает вот этого зацепа то есть так держит справляется без проблем но если перевернуть нет ни хрена так не держит короче только для горизонтального положения телефона то если смотрит какие-нибудь фильмы на работе еще где-нибудь можете в принципе купить стоит сущие копейки и возможно пригодится следующая посылочка здесь у нас находится скакалка до хотя нет необычная здесь имеется счетчик то есть каждый проворот каждый прыжок на скакалке активирует этот счетчик вот уже три оборота четыре оборота пять я потом попрыгаю на ней и скажу действительно так это или нет ну засеку свои прыжки уже не буду вам показывать как это все происходит вопрос скажу работает или нет шнур с виду неплохой ручки полный шлак это очень хрупкая пластмасса и в случае где-то падение то есть вы допустим попрыгали эту скакалку не аккуратно положили бросили и на бетонный какой-нибудь пол и скорее всего они у вас будут трескаться потому что это реально хрупкая пластмасса счетчик скакалки оказался в принципе рабочим веревка хоть она здесь не закреплена но здесь имеется вот такого плана зажимчик острой какой-то штуковины и она держится достаточно надежно то есть не выпадает эта штука не надо никаких узлов завязывать ничего скакалки для метр восемьдесят роста я считаю абсолютно хватает даже есть еще небольшой запас поэтому если вы собираетесь приобретать такую штуковину для ребенка то не составит труда перетянуть этот шнур на любую длину какая вам нравится затянуть на том месте и вам не придется его обрезать достаточно годный товар случае слома ручек но у вас останется хорошая веревка и в завершении сегодняшнего обзора распаковки мы открываем заключительную посылочку здесь у нас находится три приборчика все в индивидуальных пакетах так эта штука предназначена для того чтобы измерить вашу батарейку на профпригодность то есть допустим у вас села батарейка в пульте а вас их там несколько стоит чтобы не выбрасывать сразу две или три батарейки сколько у вас стоит возможно одна из них еще осталось рабочий а вторая просто там ну закоротила лишь еще что-нибудь с ней просто разрядилась покупать такую приблуду и она должна показывать рабочее состояние батарейки или нет это видео не отличается от других поэтому также проводим конкурс на 200 или 300 российских рублей победитель будет выбрана один 200 рублей поставить лайк написать любой комментарий быть подписчиком канала 300 рублей лайк подписка комментарий и репост на это видео в любой социальной сети для чего нужен этот прибор я вам уже рассказал осталось показать его в работе здесь у меня имеется вот такой мультиметр и есть несколько батареек одна батарейка абсолютно мертвая другая хорошая живая из упаковки ну допустим проверяем изначально батарейки нашим мультиметром берем первого подопытного и смотрим 084 то есть эта батарейка в принципе мертвая заряда в ней достаточно чтобы дать небольшой ток на какой-нибудь слабенький диодик эта батарейка принципе абсолютно живая 159 ну показания минус или плюс абсолютно не важно потому что я полярность здесь не учитываю и соответственно если эта батарейка у нас абсолютно живая эта штука она должна это показать и вот как видите стрелка показывает на зеленый сектор практически почти в самый конец берем вот эту выдохшуюся батарейку и стрелка у нас в первой половине красного сектора соответственно эта батарейка практически мертвая ну я думаю что вещь принципе пригодится тем у кого нет до мультиметра она все-таки подешевле чем этот прибор и естественно занимает меньше места не надо постоянно покупать вот эти провода потому что они переламываются ну могу сказать что товар годный также можно крону здесь запитать проверить работает она ли не работает если не хотите пробовать ее на язык на три четыре три четыре не забываем участвовать в конкурсе победитель будет один розыгрыш проведем приблизительно через 10 дней с момента выхода видео я с вами прощаюсь пока а